От простой магнитной ленты до системы газоперекачивающих компрессорных станций. Еще 4 года назад никто не смог бы предположить, что Челябинское предприятие выйдет на новый мировой уровень. Расширили не только штат сотрудников, но и наладили передовое производство. Перекачкой газа теперь занимаются современные компрессорные установки. Процесс безопасный и экономичный. Агрегат расщепляет атмосферный воздух, отделяет кислород и воду, оставляя лишь азот. Применяется он для откачки газа в шахтах. Технология уникальная для компрессорного завода. Вот этот цех в этом году был в августе месяце приобретен из банкротившего предприятия. И на сегодняшний день он уже работает. Здесь уже задействовано порядка 60 человек на нашем производстве, плюс 60 человек работает на заводе электрооборудования. За 4,5 года предприятие увеличило и площади, и объем продукции. Так, оборот производства винтовых компрессорных установок превысил 2 миллиарда рублей. Расширилась и география поставок. Южноуральскими компрессорами заинтересовались в Монголии, Китае, на Кубе и в странах СНГ. Новое производство оценил южноуральский губернатор. Еще если в нашей стране до сих пор пока еще во многих шахтах используется просто сжатый воздух в разных машинах, то уже мировой опыт говорит о том, что нельзя использовать воздух, который несет на себя пожарную опасность. Конечно, за 4,5 года предприятие прямо сердце радуется. Просто перешло на абсолютно новый качественный уровень. Плюс, вот мы сейчас были в электроцехе, полностью комплектуется своими электрическими подстанциями. Плюс электроцех, он работает не только на компрессорный завод, на компрессорный завод 15% своей продукции, а остальное это открытый рынок. Увеличивается и штат завода. Сейчас на предприятии трудится 400 человек. Все – выпускники технических училищ. Ставлю вакуумные выключатели, устанавливаю оборудование, расключаем провода. Электрические щитки, изготовленные на компрессорном заводе, прямо с конвейера отправятся в квартиры жилого микрорайона Манхэттен. Продукция промышленного гиганта на втором месте по стране. Вскоре Казань, Пенза и Свердловск перестанут быть конкурентами. В этом году у челябинцев появится филиал производства недалеко от аэропорта.